Ну а сейчас, как обычно, и об остальных событиях, о которых мы не упомянули или упомянули о них лишь вскользе, они, тем не менее, заслуживают нашего и, конечно же, вашего внимания. Верховный суд Израиля отменил решение государства о конфискации гостиницы «Клиф», расположенной в Восточном Иерусалиме. Четырехэтажное здание, расположенное у разделительного забора, было решено конфисковать 10 лет назад в соответствии с законом о брошенном имуществе. Однако палестинской семье Аят из деревни Абудис в результате длительной судебной тяжбы удалось доказать, что гостиница принадлежит ей, и потому не подпадает под действие упомянутого выше закона. Около 250 тысяч израильтян приняли участие в Международном дне чистоты планеты. Еврейский национальный фонд организовал уборку парков и лесов на территории 180 местных советов. За день было собрано 2650 тонн мусора. В мероприятиях по случаю Дня чистоты принимали участие школьники, студенты, военнослужащие, активисты детских и молодежных движений. В Тель-Авиве начали работать 60 бесплатных точек доступа в интернет. Они действуют на центральных улицах, на пляжах, в парках, в жилых кварталах. Сетью Wi-Fi покрыта практически вся территория города. Стоимость проекта Тель-Авив Яффа онлайн, который финансирует муниципалитет, составляет 6 миллионов шекелей. Сборная Израиля по футболу лишилась шансов попасть на чемпионат мира в Бразилию, который состоится в будущем году. Матч последней надежды против сборной России израильтяне проиграли со счетом 1-3. Оставшиеся игры отборочного цикла уже не смогут изменить ситуацию. Таким образом, очередной чемпионат мира по футболу состоится без участия сборной Израиля.